Сегодня обсудим русский инстаграм, ограничения VPN и девочку, которая продает свои ношеные трусы за 300 тысяч рублей. Ну и конечно же, еще будет парочка забавных новостей. Так что подписываемся, ставим колокольчик, смотрим ваши комментарии, которые вы оставили в прошлом выпуске и погнали. Пока ты в поте лица работаешь на заводе, девчонка продает свои ношеные трусы извращенцам и зарабатывает от 300 тысяч рублей в месяц. И все поначалу подумали, что это просто прикол, вы только гляньте на этот ролик. Мой друг Энса бомбил только легально и курил только легалку, но под окнами все чаще. И я скажу честно, я до сих пор думаю, что это рофал, но наши подписчики говорят об обратном, говорят, что это реальная история. И в данной ситуации я очень надеюсь, что никто из моих близких, знакомых, друзей не увидит этот ролик и не будет так зарабатывать. А то будет очень неприятно сидеть рядом с этим человеком, который не меняет свои труселя несколько дней. Но и это еще не все забавные новости на сегодня. Дело в том, что нам прислали вот такую картинку. Батон нарезной 400 грамм 143 рубля. А вот теперь читаем справа. Возьмите в кредит на 12 месяцев без переплат. И честно говоря, я даже не знаю, как на это реагировать. Поэтому пишите в комментариях свои мысли. Ну а теперь давайте посмотрим, что творится на нашем телевидении. Дело в том, что прямо во время выпуска, в прямом эфире, одна из сотрудниц первого канала, Марина Овсянникова, выбежала вместе с плакатом по поводу войны на Украине. Далее она сказала, что просто не могла терпеть, терпеть неправду, которая творится на нашем телевидении. Стыдно за то, что позволяло говорить ложь с экрана телевизора. За то, что позволяло зомбировать русских людей. Ну а теперь давайте посмотрим обращение к блогерам от обычных российских работяг. Обращение к блогерам. Так как вы все остались без работы, пора браться за ум. Приглашаем вас. У нас есть вакантные места. Косарями, уборщиками. Заняться наконец-таки делом. Мы вас ждем. Вот такие вот дела, друзья. Есть чем заняться в этом мире. Так что, уважаемые блогеры, сворачивайте свои удочки и вперед на работу. В России создается свой инстаграм, а название его Росграм. 16 марта был анонсирован запуск. Ну а собственно сама сеть запустится 28 числа. В Росграме также добавят дополнительные инструменты монетизации для всех пользователей. То есть будет платный контент, функции сбора средств, реферальные программы и так далее. А также Росграм работает над функцией переноса данных из инстаграм. Но самое интересное, то что сначала доступ откроют только для топ-блогеров, спонсоров и инвесторов. А в апреле доступ откроют для всех остальных пользователей. Вот и получается, что мы с вами наблюдаем полное импортозамещение не только техники, не только автомобилей, но и соцсетей. И кстати, есть еще одна хорошая новость. Samsung Pay будет работать. То есть сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работу в Российской Федерации. Правда, возможно, что поначалу некоторые операции могут быть недоступны для пользователей. Об этом сообщила компания Samsung, но всему свое время. Ну а после хорошей, конечно же, плохая новость. И она касается именно VPN. Дело в том, что многие пользователи даже особо не расстроились по поводу блокировки того же самого Инстаграма и так далее. Видите ли, можно установить VPN и дальше спокойно пользоваться всем тем, чем захотите. Но, как оказалось, не все так просто. Дело в том, что именно сейчас идет работа над выявлением таких пользователей, которые пытаются обманывать свою страну. И спустя некоторое время будет введен административный штраф за использование данных сервисов. Так что, друзья, для того, чтобы не попасть в беду, не попасть на деньги и, возможно, даже не сесть в тюрьму, пожалуйста, не пользуйтесь теми вещами, которые запрещены в вашей стране. Ну, по крайней мере, именно такие советы дают эксперты в этой области. Ну, а чтобы быть в курсе событий, подписываемся и ставим колокольчик. И увидимся в следующем ролике. Всем пока!